Комсомолец не сдаётся или обещанного три года ждут. Грандиозный проект рискует превратиться в долгострой. Капитальный ремонт, начатый в 2018 году, до сих пор не завершён ввиду отсутствия финансирования. При этом работы на объекте не прекращались ни на один день. За чей счёт они ведутся? В ситуации разбирался 9 канал. Этот забор вокруг Комсомольца появился в августе 2018. Ограждение не мешает наблюдать за внешним преображением дворца. А вот увидеть, что происходит внутри, не так-то просто. Объект тщательно охраняется. Однако 9 каналу в съёмке не отказали. Работы проводятся как в отделочном, так и электромонтажной, технической маслоботочкой, сантехнической. Уже работаем на чистовую отделку. У нас рабочий день шестидневный. Работы не прекращались ни на секунду. А в связи с последними событиями у нас охрана круглосуточная и усилена. Везде видеокамера, освещение. Соответственно, материальная база у нас под охраной. А заготовок здесь немало. На десятки миллионов рублей. На огромную площадь дворца, более 14 тысяч квадратных метров, требуется тонны стройматериалов. Мы не можем закупать, условно говоря, по килограмму, по мешку, а закупаем определённое количество материалов для выполнения какого-то этапа работы. Соответственно, вот здесь хранятся материалы. Это отделочные материалы различного рода шпаклёвки. Это огнезащитные материалы в бочках. Это материал для пропитки деревянных конструкций. Рулоны – это материалы спортивных покрытия для всех спортивных залов, которые здесь предусмотрены. Здесь у нас их ни много, ни мало. Раз, два, три, четыре спортивных зала. Материалов конкретно у нас на этот объект закуплено. Так, процентов 95 доставленных на объект. Ежедневно на объекте трудятся около 40 человек. При необходимости привлекают больше. Солидный объём работ выполнен уже после того, как финансирование остановилось. Генеральный подрядчик ДСП-групп, известный по реконструкции театра. Высокое качество и роскошный дизайн сделали здание визитной карточкой Старого Оскола. Ещё одной жемчужиной региона обещает стать комсомолец. На объекте постоянно деятельность не прекращается. Да, темп работы, конечно, не тот, который нужен для очень такого оперативного решения и быстрого строительства объекта. Нет, конечно, не так. Но объект живой, здоровый. Сегодня он отапливается, отраты несутся, он охраняется. Соответственно, работы подготовительные под чистовую отделку выполняются в большом объёме. Завершены строительные работы в спортклубе «Лыжная база». Сияют новизной вспомогательные помещения ДК. В основном зале на 950 мест закончена звукоизоляция стены потолка. Разведена электропроводка. Установлены строительные леса для малярных работ. В малом зале осталось смонтировать подвесные потолки и уложить напольное покрытие. Готовы к чистовой отделке три спортзала школы Олимпийского резерва «Виктория». Керамогранит, паркетная доска, природный камень. На объекте используются самые качественные материалы. Продуманные дизайнерские решения вдохнули во дворец новую жизнь. При этом сохранён дух и характер комсомольца. В какой-то момент подрядчики оказались один на один с проблемами проекта. Но многие вопросы решить без административной поддержки просто невозможно. Большие вопросы есть и для нас нерешённые в связи с внешним электроснабжением объекта. Эта эпопея уже длится больше года. Реально где-то чуть ли не два года. С момента начала идёт первый запрос был МРСК центра. О том, что 34 миллиона затрат дополнительных за тех присоединения. Организации того, тех присоединения, которые нужно, чтобы была и первая категория электроснабжения. А сегодня большой вопрос по этим вопросам. А почему нет? Потому что никто не собирается выделять 34 миллиона под это дело. Соответственно, ну просто перевели это в разговор. Это и предыдущий мэр Сергеенко занимался несколько раз. У нас были многократные встречи в Беларнии с участием МРСК. Но в итоге итога нет. Итогового решения нет. Стройка века год назад имела все шансы стать долгостроем, когда финансирование из небюджетного источника прекратилось. Понимая всю, прежде всего, социальную ответственность и значимость проекта для староскольцев, а также сохраняя свой многолетний авторитет в строительной сфере, подрядчикам было принято решение продолжить работы, несмотря ни на что. Стратительство не прекращалось, потому что лично не представляю, как остановить и потом перезапустить. Консервация объекта такой сложности ни к чему точно хорошему не приведет. Поэтому коллективам ДСП и групп принято решение, пусть в вялотекущем режиме, но оставаться на объекте и по мере сил и средств работать. Насколько я понимаю, финансирование прекращено. За чей счет тогда ведутся работы? Финансирование было ограничено еще полтора года назад. А на сегодняшний день оно полностью прекращено. В целом, на данный момент ДСП и групп вложено в собственных средств порядка 250-300 миллионов рублей, которые до сих пор не облачены. Как долго вы сможете продержаться при условии, чтобы финансирование в ближайшее время не возобновится? Честно говоря, я даже не представляю. На сегодняшний день портфель заказов ДСП и групп упал на 80% в связи с последними событиями. Ту прибыль, которую мы получали при строительстве других объектов ранее, мы вкладывали в ДК. Средства, которые мы планировали на строительство завода по выпуску стройматериалов, ну это была наша, собственно, внутренняя и без программы, было тоже принято решение вложить на объект. В случае наихудшего варианта развития событий, какими будут ваши действия? Пока есть силы и средства, мы будем работать. Надеюсь, что в скором времени финансирование возобновят. Ну и боюсь даже сказать, в любой момент, в случае окончания наших средств, сил для продолжения работы, придется выбирать между сохранением коллектива, содержанием предприятия и между данным объектом. В этом случае, конечно, выбор станет за сохранение коллектива. Девятый канал будет наблюдать за развитием событий.